Брокерский счет намного надежнее, чем банковский счет. И после того, как вы посмотрите это видео до конца, у вас тоже не останется никаких сомнений в этом. Поэтому смотрите. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Но прежде всего хочу сказать, что речь идет только об официальных брокерах, которые имеют лицензию Центробанка и дают допуск к торгам на московской бирже. Московская биржа или вообще биржа это просто площадка, где совершаются сделки по купли-продаже ценных бумаг. И допуск к этой площадке осуществляется через брокера исключительно. И для того, чтобы покупать или продавать ценные бумаги, нужно зарегистрировать брокерский счет. И как проверить список этих брокеров, где найти. Найти его очень просто. Либо на сайте, наверное, Центробанка где-то, либо на сайте Мосбиржи. Я для вас скачал с сайта Московской биржи соответствующую табличку, список всех-всех-всех брокеров, которые там существуют. Вы сможете, если у вас есть сомнения какие-то, в том, брокер является или нет, нормально. Вы сможете скачать эту табличку и проверить своего брокера в этом списке. Ссылочку на эту табличку я разместил на своем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании к данному видео. И там вы сможете проверить. Ну, а если кто-то не сможет, может запросить эту проверку, но она будет платная, потому что мне уже достали с этими запросами. Итак, продолжаю. Что важно от брокера? Брокер имеет лицензию Центробанка, но банк тоже имеет лицензию Центробанка. И для того, чтобы получить эту лицензию, там брокер должен удовлетворять совершенно каким-то определенным условием, должен зарезервировать какую-то сумму, должен подтвердить, что он способен это делать, точно так же, как и банк. Но брокер, кроме того, что получает лицензию Центробанка, это абсолютно необходимо. Он для того, чтобы давать доступ вам к торгам на московской бирже, должен зарегистрироваться на московской бирже. А там другие условия. И эти условия еще более жесткие, чем у Центробанка. Потому что брокер должен доказать, что он надежно готов давать доступ к этим торгам. То есть там линии связи и так далее, соответствующие коммуникации, которые стоят очень-очень дорого, сервера всякие, это очень дорого. И все это проверяется в московской бирже и тестируется. Более того, Центробанк осуществляет проверку, но, как обычно, Центробанк осуществляет проверку. А вот московская биржа делает проверку следующим образом. Смотрите, московская биржа дает информацию обо всех сделках брокеру, а брокер, как посредник, передает эту информацию своим клиентам. Так вот, биржа жестко контролирует, какую информацию брокер дает своим клиентам. То есть биржа здесь дает эту информацию, здесь биржа регистрируется в качестве клиента и проверяет всю информацию, которую брокер в качестве клиента дает своим клиентам. И эта информация автоматически сравнивается с тем потоком, если эти два потока не совпадают хоть в каком-то моменте, то сразу красные полосы текста, значит, все блокируется и осуществляются разборки, почему те или иные сделки некорректно отображаются у брокера. Поэтому и там вплоть до отзыва регистрации. Поэтому это очень-очень важно. И ни один банк этого не делает, конечно же. И дело в том, что многие дилеры, которые, так сказать, работают на рынке Форекс, они называют себя брокерами, потому что они говорят, мы брокеры, мы брокеры, мы брокеры. Но спросите у них, есть ли у них лицензия Центробанка, это во-первых. Во-вторых, какой бирже они зарегистрированы. И не доверяйте, даже если они скажут, что они зарегистрированы на Московской бирже, потому что надо проверить независимо от них. То есть зайти на сайт Московской биржи, ну или на мой телеграм-канал, и проверить, есть ли этот брокер в списке. Но это еще не все. Это очень важно, согласитесь. Но это еще не все. Дело в том, что... Смотрите, еще основное отличие брокера от банка. Дело в том, что когда вы открываете банковский счет и кладете деньги в банк, на депозит или куда-то еще на свой счет, то с этого момента вы теряете связь своими деньгами. Дело в том, что с этого момента банк имеет полное распоряжение вашими деньгами. Он может их взять и отдать кому угодно в кредит ваши деньги. И это четко проговорено в договоре. То есть банк торгует вашими деньгами сразу, безраздельно. И все. И более того, когда вы захотите забрать эти деньги, банк гарантирует возврат этих денег. Но всегда он говорит, что если большая сумма, то заказывайте заранее. Мы должны подготовить такую большую сумму и так далее, и так далее, и так далее. И кроме того, банк осуществляет надзор, значит, там какой-то и так далее. С брокером ничего подобного не происходит. Дело в том, что брокер вообще не имеет доступа к вашим деньгам. Вот физически не имеет доступа к вашим деньгам, за исключением четко оговоренных случаев. Это случаи, когда брокер по вашему поручению совершил какую-то сделку купли-продажи. И во исполнение этой сделки он, значит, кладет вам соответствующие акции. Естественно, он при этом забирает эти деньги, которые вы уплачиваете за эти акции. Кроме того, брокер за совершение сделок получает комиссию, значит, которая тоже оговорена. И он снимает эту комиссию с вашего счета. И третий случай, это когда брокер имеет право вам дать кредит на покупку ценных бумаг. И для того, чтобы, естественно, вы рассчитались, он снимает эти деньги с вашего счета после того, как эти деньги появляются у вас на счете. И проценты тоже по этому кредиту. Ну, есть еще какие-то, может быть, мелкие такие операции, которые четко оговорены в договоре брокерском. Никаких других вариантов брокеру получить доступ к вашим активам нет. Брокерский счет, это просто брокерский счет. Брокер, вот деньги у вас могут лежать там вечно, и вы можете в любой момент, в любой сумме вывести эти деньги. Но есть один нюанс. Дело в том, что деньги с брокерского счета вы можете вывести только на свой банковский счет. Либо, ну, только на свой банковский счет. То есть на счет в банке Российской Федерации, который принадлежит тому человеку, который владеет брокерским счетом. И с одной стороны это ограничение, но с другой стороны это дополнительная защита. Потому что уже, если к вашему счету получили даже доступ, предположим, на какой-то момент, что какие-то мошенники как-то ухитрились получить доступ к вашему брокерскому счету, то вывести деньги с вашего брокерского счета они смогут не себе, а только на ваш банковский счет. Согласитесь, в их эти планы, скорее всего, не входят. Но и это даже не самое главное, а самое главное, что когда вы заключаете брокерский договор, вы как делаете покупки ценных бумаг? Вы даете поручение брокеру. Как правило, эти поручения даются через торговый терминал, который вы устанавливаете у себя на рабочем месте и который вы скачиваете с сайта брокера. А для того, чтобы его установить на рабочем месте, вы устанавливаете его на конкретном компьютере. У каждого компьютера есть свой индивидуальный адрес, так называемый MAC-адрес. У каждого устройства, которое дает доступ в интернет, есть соответствующий MAC-адрес, который вы можете увидеть вот здесь, на обороте вашего устройства, на обороте телефона, на обороте компьютера, на обороте планшета, да где угодно. У всех устройств есть свой MAC-адрес. Он абсолютно индивидуальный у каждого устройства и соответствует чипу, который дает доступ в интернет. То есть, каждое устройство имеет свой MAC-адрес, когда вы устанавливаете соответствующий терминал, вы устанавливаете его на конкретный компьютер и вы регистрируете этот терминал у брокера. То есть, вы сообщаете, что вот данный терминал установлен на данном устройстве. И ни с какого другого устройства брокер не возьмет заявку на куплю-продажу ценных бумаг. Кроме того, смотрите, вот это каждое устройство, которое привязано и которое имеет свой определенный MAC-адрес, оно привязано к устройству и предположим, что какой-то мошенник спер у вас это устройство. И он где-то входит с другого места. Но входим мы в интернет не только с устройства, но еще и через IP-адрес, то есть в определенном каком-то месте, значит в кафе или там и так далее, и так далее. И этот IP-адрес тоже проверяется. И если я, например, вот у меня есть установленный биржевой терминал на моем компьютере, я, например, уезжаю куда-то за границу, и за границей я вхожу в интернет и хочу продать или купить что-то. Брокер видит, что устройство-то уехало куда-то за границу, и за границей откуда-то с этого устройства хотят получить доступ к этому брокерскому счету. Поэтому брокер в таком случае запрашивает обычно дополнительную проверку. То есть он говорит, слушайте, тут что-то странное, и посылает мне пин-код на мой телефон, и я должен ввести этот пин-код для того, чтобы подтвердить, что я это я. То есть смотрите, не только устройство, компьютер, но еще и телефон. Ну то есть мошенникам вдвойне сложнее. То есть даже если они, значит, ухитрились, так сказать, там, то есть им надо все вместе спереть, и все те пароли, которые знаю только я. Поэтому эта степень защиты, ну вот, колоссальная. Согласитесь, банк такой степени защиты не дает. Поэтому брокерский счет намного надежнее банковского счета, и поэтому все главные и большие деньги хранятся именно на брокерских счетах, а не на банковских счетах. И именно поэтому люди все больше и больше доверяют деньги брокерам, потому что в последнее время количество брокерских счетов в России достигло уже 15 миллионов штук. То есть их количество непрерывно растет, там, по 400 тысяч в месяц, по-моему. Вот, то есть это колоссальные темпы, неслыханные темпы, потому что люди уже отчаялись, банки не дают такой хорошей доходности, а именно люди начинают вкладывать именно в ценные бумаги. Так же, как это происходит во всех развитых странах. И в России надо сказать, что условия подключения к московской бирже, самые лучшие, я вам без привлечения скажу, в мире. И это самая лучшая инфраструктура, одна из лучших в мире, потому что, ну, все работает как часики, все работает абсолютно надежно. И я думаю, что вы убедились в том, что брокерский счет – это надежнее, чем банковский. Ну, а если вы скажете, что нет, 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 значит, все люди имеют счета в банке, значит, что все мои знакомые имеют в банке, я вам могу возразить, ну, а среди ваших знакомых много ли очень богатых людей? Не думаю. Вот, поэтому я вас уверяю, что все люди во всем мире доверяют именно продуктам, которые дают доступ на фондовый рынок, но это могут быть еще коллективные инвестиции. Инвестиции – это, скажем, управляющие компании, также могут быть, кстати, об управляющей компании скоро у меня будет речь, и я договорился уже об интервью с представителем управляющей компании «Открытие», поэтому ждите, все это будет на моем канале. Ну, а сейчас я хочу подытожить немножечко. Итак, смотрите, брокер имеет лицензию Центробанка и значительно более жесткие условия на московской бирже для регистрации. Брокер имеет следующую защиту – это вы вывести деньги с брокерского счета можете исключительно на свой банковский счет, на банковский счет, который принадлежит владельцу брокерского счета. Кроме того, брокерский счет, брокерский терминал привязывается к конкретному устройству, идет проверка по IP-адресу, и брокер не имеет доступа к вашим деньгам. Но что может быть надежнее? Я надеюсь, что вы убедились в этом. И если вы хотите проверить, опять же, своего брокера, я напоминаю, что список всех брокеров будет опубликован на моем телеграм-канале, ссылочку вы увидите ниже. Ну, а если вам лени, ковыряться, и вы хотите дополнительный запрос, я, наверное, организую эту возможность. Я буду давать вам справку, входит ли брокер, нужный вам в этот список или нет. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, что видео было полезным. Поделитесь этим со своими друзьями, спрашивайте, и до встречи. С вами был Деменков Юрий.